Сура 41. Разъяснены. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Ми-Им. Неспослание этой книги, Корана, пророку Мухаммаду, идёт от милостивого, милосердного Аллаха. Неспосылаемая пророку Мухаммаду является книгой, аяты которой разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей, которые знают, в качестве вестника, радующего верующих наградой, и увещевателя, предостерегающего неверующих о наказании. Но большинство их людей отвернулось, и они не слушают слова Аллаха. И сказали они, отвернувшиеся неверующие, пророку Мухаммаду, «Сердца наши в покровах закрыты к тому, к чему ты призываешь нас. Мы не можем понять это, и в ушах наших глухота, мы не слышим истину, и между нами и тобой завеса, которая удерживает нас от того, чтобы последовать твоему призыву. Действуй же по своей вере, ведь поистине мы тоже действуем по нашей вере. Скажи им, о посланник, «Ведь я человек, такой же, как вы, мне сообщается откровением от Аллаха, что Богом нашим, который заслуживает поклонения и служения, является лишь один Бог – Аллах. Так идите же к Нему истинным путем, и просите у Него прощения вашим грехам, и горе – сильное наказание, обещанным многобожникам, тем, которые поклоняются еще кому или чему-либо, кроме Аллаха, которые не дают обязательно милостыни, закята, и которые в вечную жизнь, воскрешение, в ад и в рай не веруют. Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали то, что повелел Аллах, и сторонились того, что Он запретил, им уготована неиссякаемая награда – рай. Скажи, о посланник, этим многобожникам, неужели вы проявляете неверие в того, кто сотворил землю за два дня, и делайте Ему равных, поклоняйтесь еще кому-либо, кроме Него. Ведь этот Создатель – Господь миров. И устроил Он на ней, на земле, устойчивые горы, которые возвышаются над ней, над ее поверхностью, и наделил ее благодатью, сделал ее постоянно благой для ее обитателей, и распределил на ней ее пропитание для ее обитателей за четыре дня, за два дня создал землю, и еще два дня устраивал на ней горы и пропитание, равно для всех спрашивающих об этом, чтобы знать это. Потом Он обратился к небу, которое было дымом до этого, и сказал Ему небу и земле, «Придите в подчинение Мне, добровольно, или вы будете подчинены против вашей воли». И сказали они, «Небо и земля, мы приходим добровольно». И установил Он их, небеса, в виде семи небес за два дня, и внушил каждому небу его дело, обязанности. И разукрасили мы ближайшее небо, вселенную, светильниками, звездами, и для охраны, от шайтанов, которые украдкой подслушивают речь Аллаха в небесах. Таково установление Аллаха, величественного в своем владычестве, знающего, который знает все. По своей мудрости Аллах создал небеса и землю за шесть дней, хотя Он мог создать их и за одно мгновение. Если же они, эти неверующие, отвернутся после того, как им было разъяснено об Аллахе и о Его слове, то скажи им, «Я предостерег вас о поражающем наказании, которое подобно поражающему наказанию, постигшему Адитов и Самудян, которые не уверовали своего Господа и ослушались Его посланников». Когда приходили к ним, к Адитам и Самудянам посланники, и спереди их, и сзади их, со всех сторон, то говорили, «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха». Они сказали своим посланникам, «Если бы пожелал Господь наш, чтобы мы только Его признавали Богом, то Он непременно послал бы к нам ангелов с неба, и мы на самом деле в то, с чем вы, обычные люди, посланы, не верим». Что же касается Адитов, народа пророка Худа, то они возгордились на земле, не имея на это права, и сказали с гордыней, «Кто сильнее нас мощью?» Неужели они не видели, что Аллах, который создал их, Он сильнее их мощью? И они также отрицали наши знамения, доказательства. «И наслали мы на них, на Адитов, холодный и шумный ветер, в дни несчастные, чтобы дать им вкусить наказание позора в земной жизни». И однозначно, наказание вечной жизни позорнее, и им не будет оказано помощи. А что касается самудян, народа пророка Салиха, то мы указали им верный путь, но они полюбили, выбрали слепоту, неверие, вместо истинного пути. И постиг их поражающий удар, унизительного наказания за то неверие, что они приобретали, совершали, отказывались, уверовать в Аллаха и признать Его посланников. «И спасли мы, когда пало наказание на неверующих тех, которые уверовали и остерегались наказания Аллаха. И в тот день, в день суда, когда будут собраны враги Аллаха к огню, к аду, будут они задержаны ангелами. А когда придут они, враги Аллаха, к нему, к аду, то станут отрицать своё неверие и грехи, но будут свидетельствовать против них слух их, их зрение и их кожи о том, что они делали, какие грехи они совершали в своей жизни. И скажут они, враги Аллаха, своим кожам, упрекая их, «Почему вы свидетельствуете против нас?» скажут они, их кожи. «Речь нам дал Аллах, который дал речь всякой вещи. И Он, Аллах, создал вас в первый раз, когда вас вообще не было. И к Нему вы вернётесь после смерти для расчёта и воздаяния в день суда. И вы не скрывались от совершения грехов, опасаясь, что будут свидетельствовать против вас ваш слух, зрение и кожи в день суда, но вы думали, что Аллах не знает многого из того, что вы делаете, из грехов. И эта ваша мысль, предположение, которую вы думали о вашем Господе, она погубила вас. И вы оказались сегодня в числе потерпевших убыток, которые потеряли самих себя и свои семьи. И если они, враги Аллаха, готовы терпеть наказание, то огонь, ад, будет конечным прибежищем для них, из которого они никогда уже не выйдут. А если они захотят получить довольство Аллаха после его гнева, то не окажутся из числа тех, которые получат довольство Аллаха. И послали мы к ним, к неверующим, товарищей, шайтанов, из числа джинов и людей, которые разукрасили им то, что перед ними скверные дела в этом мире, и что после них разукрасили для них неверие в вечную жизнь, и они забыли о ней. И оказалось суждено им, они заслужили, такое же слово, как то, которое было сказано о неверующих общинах, живших до них, из числа джинов и людей, что они окажутся вечными обитателями ада. Поистине, они оказались потерпевшими убыток, потеряв свои деяния в этом мире и самих себя, и свои семьи в вечной жизни. И сказали те, которые стали неверующими, одни другим. Не слушайте этот Коран и пустословьте, поднимайте шум при нём, при его чтении. Может быть, вы этим одержите верх над Мухаммадом, и он перестанет читать его. И мы непременно и однозначно дадим вкусить тем, которые стали неверующими, тяжкое, неописуемое наказание и в этом мире, и в вечной жизни. И мы непременно воздадим им, неверующим, за наихудшее из того, что они совершали. В день суда у неверующих не окажется никаких благих дел, так как их неверие перекрывает все их благодеяния. Таково будет воздаяние врагам Аллаха, огонь, ад. Для них в нём, в аду, вечная обитель, и воздаяние за то, что они в земной жизни отрицали наши знамения. В этих аятах говорится о том, каким великим преступлением против Аллаха является отвращение людей от Корана, удерживание их от размышлений над его смыслом и следование ему, каким бы ни было способом. «И сказали те, которые стали неверующими, когда уже оказались в аду, «Господь наш, покажи нам тех двоих из числа джинов и людей, которые ввели нас в заблуждение. Мы поместим их в аду, под своими ногами, чтобы они оба оказались из числа самых низких, чтобы они оказались на дне ада, где самое большое наказание. Поистине, те, которые сказали, «Господь наш Аллах», а потом стоят прямо, неуклонны в исполнении Его слова, не сходят, опускаются к ним ангелы от Аллаха во время их смерти и говорят, «Не бойтесь смерти и того, что за ней, и не печальтесь о том, что вы оставляете в этом мире за собой, за своих детей, супруг и имущество, и радуйтесь в раю, который вам обещан». И скажут им ангелы, «Мы ваши сторонники, хранители в земной жизни и в вечной, и для вас в нем, в раю, будет дано все то, что пожелают ваши души, и для вас в нем, в раю, будет то, что вы попросите, как угощение от прощающего, милосердного Аллаха». И кто же лучше речью, нежели чем тот, кто призывает к Аллаху, к вере в Него и к признанию только Его Богом, и совершает праведное, исполняет слово Аллаха и говорит, «Поистине, я из числа предавшихся Аллаху, который полностью подчинился Его велению и слову». Аллах Всевышний в этом аяте побуждает своих рабов, чтобы они призывали других людей к Нему, и Он разъясняет превосходство тех, которые призывают, обладая достоверными знаниями, которые соответствуют тому, с чем был послан последний Его посланник Мухаммад. И неравны хорошие – то, чем Аллах доволен, и плохое – то, что Аллах не любит. Оттолкни же плохое, ответь на невежество, грубость и глупость тем, что лучше – снисходительностью, мягкостью и добродеянием, и тогда тот, с которым у тебя была вражда, станет для тебя как ближайший друг. И не даруется это, такое достойное качество, никому, кроме тех, которые проявляли терпение по отношению к тому, что им не нравится, и заставляли себя делать то, что любит Аллах. И не даруется это, качество отвечать хорошим на плохое, никому, кроме как только тем, кто обладает великой долей, хорошим нравом в этом мире и большой наградой в вечной жизни. А если коснется тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, он начнет подстрекать тебя к совершению плохого дела или оставлению хорошего, то обратись за защитой к Аллаху, ведь поистине он слышащий, слышит обращение к нему, знающий все, что происходит с его творениями. И из его знамений, которые указывают его рабам на его величие, могущество и власть, ночь и день, смена ночи и дня, солнце и луна, их подчиненность. Не делайте поклоны ниц ни солнцу, ни луне, а делайте поклоны ниц только Аллаху, который сотворил их, если вы ему поклоняетесь. Исполняйте его слово, повинуетесь ему. А если они, эти многобожники, проявят высокомерие по отношению к тому, чтобы делать поклоны ниц перед Аллахом, то те, которые у Господа твоего, ангелы, не проявляют высокомерие в этом и восславляют его и ночью, и днем, и они не испытывают скуки от этого. И из его знамений, которые указывают на его единственность и могущество, то, что ты видишь землю смиренной, безжизненной, а когда же мы низводим на нее воду, она, земля, приходит в движение от того, что из нее прорастают растения, и разбухает она, земля, насыщаясь водой. Поистине, тот, кто оживил ее, Аллах, однозначно оживит и умерших. Поистине, он мощен над всякой вещью, всемогущ. Поистине, те, которые уклоняются от наших знамений, отворачиваются от истины, не признают истинность Корана и пытаются исказить его, не скрыты они от нас, мы их знаем. Кто же лучше? Тот, которого ввергают в огонь, в ад, или тот, который приходит благополучно, благополучно, в безопасности от наказания Аллаха в день воскрешения. Поступайте, у уклоняющиеся от истины, как желаете. Поистине, он, Аллах, видит то, что вы совершаете. Поистине, те, которые стали неверующими в напоминании в Коран, после того, как оно пришло к ним, будут жестоко наказаны. И поистине, это Коран, однозначно, книга великая, хранимая Аллахом. Не приходит к ней, к этой книге, Корану, ложь ни спереди, ни сзади, ни с какой стороны. Ведь Коран является не с посланием мудрого, достохвального Аллаха. Многобожники говорят тебе, о посланник, то же самое, что говорили прежние общины посланникам, которые были до тебя. Поэтому терпи все то, что происходит с тобой, на пути призыва к Аллаху. Поистине, Господь твой однозначно обладает прощением для тех, кто кается в грехах, и обладает мучительным наказанием для тех, кто упорствует в неверии. А если бы мы сделали его, книгу, которую не спослали тебе, о Мухаммад, Кораном, иноязычным, на другом языке, то они, многобожники, однозначно сказали бы. О, если бы его аяты были разъяснены на арабском языке, чтобы мы могли понять их смысл. Разве может быть так, что книга не спосылается на ином языке, а посланник говорит на арабском. Скажи им, о посланник, он, Коран, для тех, которые уверовали, является руководством, чтобы не впасть в заблуждение и исцелением от невежества и тех болезней, которые из-за него возникают. А те, которые стали неверующими, в ушах их глухота, они не слышат наставлений, которые содержатся в Коране. И он для них слепота, им ничего не ясно из него. Эти многобожники подобны тем, которых зовут из далекого места. И я клянусь, что уже даровали мы пророку Мусе, Писании, Тору. И среди его народа возникли разногласия относительно него, относительно самой Торы, ее положений и установлений. Одни люди уверовали в Тору, а другие оказались неверующими в нее. И твой народ, о Мухаммад, таким же образом поступил по отношению к Корану. А если бы ни слова от твоего Господа о том, что он не торопится наказать кого-либо, которое было дано, сказано раньше, то непременно уже в этом мире было бы решено между ними. Он наказал бы неверующих из них и спас бы верующих. А ведь они, многобожники, поистине, однозначно пребывают во ввергающем в растерянность сомнений об этом, о Коране. «Кто поступает праведно, творит благие дела, то для самого себя, польза от этого вернется ему самому, а кто творил плохое, то против самого себя, и Господь твой не притеснитель для своих рабов. Он не убавит благодеяние и не прибавит плохие дела ни одному из своих рабов. К нему возводится знание, только он знает о часе, о наступлении дня суда, и никакие плоды не выходят, вырастая из своих завязей, не понесет, забеременеет ни одна самка и не сложит, родит, иначе как только по его знанию. И в день, когда он воззовет, обратится к ним, к многобожникам со словами «Где мои сотоварищи, ложные божества, которых вы мне равняли?» Те многобожники скажут «Мы сейчас возвестили, сообщили тебе, что нет среди нас ни одного свидетеля, который бы свидетельствовал, что у тебя есть сотоварищ». И скрылись от них, от многобожников те, которым они взывали, поклонялись раньше. Их ложные божества не смогли помочь им. И подумали, поняли они, что нет им спасения от наказания Аллаха. Не перестает человек молить Аллаха, прося добро для этого мира. А если его коснется зло, случится беда, то он отчаивается в милости Аллаха и теряет надежду, думая плохо о своем Господе. И непременно, если мы дадим ему человеку вкусить некую милость от нас, даровав какое-либо благо, после беды, болезни, бедности, которая коснулась его, то он, конечно, говорит, проявляя неблагодарность Аллаху. «Это мне, это я заработал. И я не думаю, что наступит час, настанет день суда. А если же я буду возвращен к своему Господу, то, конечно, для меня у него уготовано наилучшее, рай. И непременно мы сообщим тем, которые стали неверующими, что они совершили, и непременно дадим мы им вкусить суровое наказание. А когда мы одариваем человека благами, здоровьем, достатком, он отворачивается и превозносится от принятия истины. А когда его коснется зло, то он становится обладателем широкой мольбы, много просит у Аллаха, чтобы он избавил его от постигшей его беды. То есть он забывает своего Господа в благополучии и вспоминает его только в беде. Скажи, о посланник, этим неверующим, видели ли вы, думали ли о том, что если он Коран от Аллаха, а вы затем стали неверующими в него, не признав его истинности, то кто же еще более заблудший, нежели чем тот, кто пребывает в глубоком разладе с истиной? Вы самые заблудшие. Вскоре мы покажем им, этим неверующим, наши знамения, по всему свету, везде и во всем, и в них самих, в том, какими их создал Аллах. Пока не станет им ясно, после осознания этих знамений, что это Коран, истина, не спосланная Аллахом. Разве для того, чтобы признать Коран истиной, недостаточно того, что твой Господь является свидетелем о всякой вещи? О да! Поистине, они, неверующие, пребывают в сомнении о встрече с их Господом, сомневаются в воскрешении после смерти. О да! Поистине, он объемлет всякую вещь своим знанием, могуществом, величием.